Во второй встрече наших ребят со студентами КемГу в Гуревске игра была равной, более-менее только в первом тайме. На шестой минуте Сергей Пушкин отправляет мяч под перекладину, открывая счет. Отыграться кемеровчане смогли только на 17-й минуте после розыгрыша углового, когда прострел вдоль ворот замкнул Сергей Пуртов. Но на перерыв команды ушли при счете 2-1. Футболисты КемГу потеряли мяч на своей половине площадки, чем и воспользовался Василий Коншин, отправив его в девятку. Непонятно, что толкнуло наставника кемеровских студентов временами менять голкипера на пятого полевого игрока. Преимущество в атаке оборачивается брешами в обороне, что и подтвердилось в этом матче. Столичные игроки получили право на штрафной, а закончилось все тем, что наш вратарь Дмитрий Овчинников мяч поймал и следом отправил его дальним ударом в противоположные пустые ворота. Это не послужило уроком для соперника. По крайней мере еще дважды, будь наши чуть-чуть поточнее, счет мог расти, но футбольный снаряд попадал в боковые стойки ворот. И все-таки он увеличивался. После того, как Василий Коншин перехитрил вратаря и сделал счет 4-1, студенты только однажды в середине второго тайма огорчили нашего голкипера. Автором гола стал Алексей Горелов, знакомый Ленин с Кузнечаном, за выступление в свое время за нашу зарю. На девятнадцатой минуте Коншин делает хэт-трик, а еще через минуту Владимир Патраков, уже в качестве вратаря, нарушает правила на нашем нападающем. Реализовать пенальти доверили Александру Миронову. И с поставленной задачей он справился на все сто. Ну а заключительная точка была поставлена за 15 секунд до окончания встречи. Сергей Пушкин технично принял мяч на грудь после дальнего заброса от нашего голкипера и забил седьмой гол. 29 января в двух городах Кемерове и Междуреченске пройдут матчи четвертого тура. Мария Дудкина, Александр Иванов, Ленинск ТВ